Уважаемые друзья, сегодня 26 декабря. Уже ближе к Новому году, Дед Мороз порадовал Молдову, у нас 13 сантиметров снега и температуры уже до минус 5-8 градусов. И вот если с трех раз вы угадаете, чем занимаются эти люди, вам будет приз. Вот видите, снег, отрицательные температуры. На люди копаются, что-то там вытаскивают. Что-то они там вытаскивают. Кстати, это наши однолетки. Мы перешли на подвой универсальный, форма 26. Она совместима. Если раньше мы говорили о том, что у нас не выравненное первое поле, то теперь уже практически оно прекрасно развивается. И есть все предпосылки, чтобы мы перешли на выращивание однолеток. Так как у нас уже есть надежный подвой, который отлично совместим. Ну а вот сейчас идет китайский труд. Мы копаем второе дерево. Вот так. А ну-ка, покажи, что за дерево. Держи его просто так, Коль. Отличный корень, отличный прирост. А что за сорт? А что это за сорт? Сейчас мы посмотрим. Что это за сорт? Мы сейчас посмотрим. Видите? ФЛ. Ну, я думаю, сейчас догадаться уже будет легче. Это Филипп Литро. Значит, из постоянных подписчиков и людей, которые внимательно сидят за моим сайтом, вы вспомните, что в ноябре 2016 года был случай, когда уже, по сути, ночью пришел один дед 82 года с орехами. Мы поставим этот материал обязательно повторно. И сейчас, вот представьте себе, круг замкнулся. Оказывается, что Филипп Литро, который в ноябре 2016 года имел 82 года, жил и здоров. И находится у себя в изборах. И вот мы решили сделать ему подарок. Вот это после событий, которые указаны там в фильме, я побывал в изборах. Он указал мне маточное дерево. Мы заготовили черенки, перепривили несколько деревьев в маточном саду. И в конце концов, в феврале 2001 года делали прививку. И какое-то количество саженцев, Филипп Литро мы имеем. Так вот, сейчас мы копаем два саженца для Филиппа Литры. Мы к нему съездим до Нового года. Порадуем его, что его программа, его желание выполнено. И что Филипп Литро, этот сорт уже привит и размножен. И его мечта подарить свой сорт жителям Молдавии и всей земли исполняется. И мы вместе посмотрим, и вместе с вами поздравим его. Ну что, в добрый час. Вот сейчас начинается копка второго дерева. Вот обратите внимание. Ф. Филипп Литро. И уже какое-то количество саженцев прекрасных у нас есть. И мы сможем выполнить пожелание деда Филиппа. сделать этот сорт доступным для народа. А он этого стоит. Вы посмотрите, как выглядит орех, который мы получили уже у нас. Значит, какой у них выход яда. Как выглядят маточные деревья, привитые у нас. Ну и, естественно, я покажу вам встречу с Филиппом Литро. Верхний слой промерзший. Внизу почва. Ну, естественно, для деда Филиппа, для автора выбираем деревоця покрасивее, покрупнее. Первые деревья, как только выкопали, сразу бегом в хранилище в тепло, чтобы не подморозить корни. А сейчас выкопаем и это деревоце. Это очень интересная история. И тем более, что она пришла к своему логическому завершению. Так, уважаемые друзья, в мире, в сегодняшнем мире, могут быть интересные вещи. Я уже говорил о том, что в 2016 году, в ноябре, в один дождливый вечер, ко мне пришел дедок 82 года, значит, Филипп Литра, который смог удивить меня орехами, которые он вырастил у себя дома и который решил подарить всему миру, чтобы они выращивались. Орехи меня шокировали, хотя меня трудно шокировать. В моей коллекции более 200 сортов и форм. Они крупные, но, несмотря на это, они очень хорошо выполнены. Кроме этого, вкус у них совершенно необычный. Вот типично-типично ореховый, без горечи. Они, их кушаешь и вот чувствуешь, что ты находишься в ореховом саду. Это для ореха тоже редкость, потому что зачастую даже красивый орех, он или пустоватый, или он суховатый, или он горьковатый, или совсем горький. А тут вот такое стечение обстоятельств. и совершенно случайно, месяц назад, я узнаю, что Филипп Литра жил. В 16-м году, в ноябре, ему было 80-го года, и плюс пять лет он жил и находится в этом же селе из Варе. Я не смог с ним связаться, потому что телефон у него вышел из строя, или забрали, как мне объяснили. Но я решил выполнить свой долг, чисто человеческий долг. Во-первых, после той встречи я побывал из Варах в 16-м году. Я заготовил тереньки. я делал перепрививку в Матшем саду. Тут у меня были сорта Костюженские, которые уже вышли из моды, я их перепривил. И вот это вот филипп литра. Вот присмотрите здесь вот ФЛ ФЛ Филипп литра. На следующем дереве там тоже видите ФЛ и дальше значит деревья они вступили в пору плодоношения. Мы с ним заготовили череньки весной этого года видите есть пенечки. Мы вот пожалуйста пенечки. Мы их прививали и я решил ну каким образом возблагодарить этого интересного человека. Мы выкопали сейчас из мерзлой почвы два саженца его саженца саженца Филипп литра однолетки. Значит я показываю делаю материал показываю ему как выглядят его деревья привитые его материалом. Я покажу вам как выглядят его орехи которые мы убрали с этих деревьев. Значит и мы поедем перед Новым годом отложим все дела и поедем в село Извари Флорейского района который находится отсюда более 120 километров значит мы найдем Филиппа литру мы поблагодарим его за то что он сделал мы покажем его саженца которых он мечтал что они будут размножены и пойдут в мир мы покажем ему орехи которые были выращены уже с деревьев которые привиты его материалом ну и мы вручим ему маленькие подарки как положено перед Новым годом и вот посмотрите еще внимательно вот этот ряд у нас перепривит филиппом литра деревья достойные хорошая спайка получилась она практически уже даже заросла и слава просматривается и вот разметка Фл видите Фл там дальше и дальше пройди пожалуйста снимай что характерно эта история она задела за живое многих мне один в комментариях писал еще где-то года два назад я смотрел это ваше видео эту повесть с мокрыми глазами ну представьте себе мир сегодня эгоистичен значит люди думают в основном о себе а дед пришел пешком добирался весь день по слякоти и ночью пришел пешком ко мне чтобы показать орехи попросить их размножить и он об этом говорит что мне ничего не надо я хочу чтобы эти орехи значит были у каждого ну естественно если у нас сохранилось что-то человеческое мы должны сделать все чтобы это желание исполнить и вот первый этап исполнения желания у нас уже получился у нас есть деревья привитые материалом с маточного дерева из хозяйства филиполитры у нас есть саженцы однолетки которые я показал как мы копали сегодня по по холоду значит ну и у нас есть желание и гражданская такая обязанность сказать этому человеку спасибо и вы в этом будете принимать участие вы все увидите и вы вы увидите